Мнемоника, мнемотехника – совокупность специальных приемов и способов, облегчающих запоминание нужной информации и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциаций, замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления имеющие визуальное, аудиальное или киноэстетическое представление, связывание объектов с уже имеющейся информацией в памяти различных типов для упрощения запоминания. Также термин «мнемоника» употребляется как обозначение визуализации некоего объекта, субъекта либо явления, достаточно полно описывающие его и облегчающие его запоминание или идентификацию. Техника мнемоника облегчает запоминание в отдельных случаях, однако в некоторых случаях неверное применение мнемонике может оказать и прямой вред. При подмене осмысленного запоминания механическим заучиванием слова с неизвестным абстрактным значением запомнить большинству людей сложно. Если такое слово зазубрить, то оно исчезает из памяти через несколько дней. Для прочного и одновременно легкого запоминания следует наполнить слово содержанием, чем-то, что связано с конкретными яркими зрительными, звуковыми образами, сильными ощущениями. Мнемотехника – система внутреннего письма, основанная на непосредственной записи в мозг, связи между зрительными образами, обозначающими значимые элементы запоминаемой информации. Мнемоническое запоминание состоит из четырех этапов – кодирования в образы, запоминания, запоминания последовательности, закрепления в памяти. Мнемотехника применяется для запоминания незапоминаемой информации. Например, когда нужно запомнить последовательность 200 цифр, список из от 50 до 100 телефонных номеров, хронологическую таблицу, план конспект речи, сборник анекдотов, новые иностранные слова, грамматические правила и т.п. Методы мнемотехники позволяют абсолютно точно воспроизводить последовательность информации. Так, ряд чисел может быть воспроизведен мнемонистом как в прямом, так и в обратном порядке. Технический арсенал современной мнемотехники состоит из набора унифицированных приемов запоминания, позволяющих запоминать разные сведения однотипно. Основной способ запоминания – прием образования ассоциации. Мнемоника позволяет запоминать информацию с однократного восприятия каждого элемента. Например, 100 случайных слов можно запомнить последовательно с интервалом в среднем в 6 секунд. При заучивании учебных дисциплин мнемотехника обеспечивает очень глубокое понимание материала, поскольку методы запоминания предписывают создавать в воображении яркие образные иллюстрации для понятий и определений. В современной трактовке мнемоника обозначает всю совокупность приемов и методов запоминания информации, применяемых в той или иной системе, а термин «мнемотехника» трактуется как практическое применение методов, определенных в данной конкретной мнемонике. Основные приемы – образование смысловых фраз изначальных букв запоминаемой информации, рифмизация, запоминание длинных терминов или иностранных слов с помощью созвучных, нахождение ярких необычных ассоциаций, которые соединяются с запоминаемой информацией. Метод цицерона на пространственное воображение Метод Ивазовского основан на тренировке зрительной памяти Методы запоминания и цифр, закономерности, знакомые числа Основной метод запоминания в современной мнемонике лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Запоминание в мнемонике основано на свойстве памяти и очень быстро запоминать связь между одновременно воспринимаемыми образами Основной метод мнемоники можно посмотреть на иллюстрациях запоминания исторических дат Ваш мозг быстро запоминает картинки, но чтобы прочитать по картинкам исторические даты, нужно уметь расшифровывать эти картинки Кодирование чисел в зрительные образы осуществляется при помощи буквенно-цифрового кода Так, если вы вспоминаете образ спутник и видите на частях спутника образы чай, лед, арбуз Вам нужно назвать образы словами и выделить в словах значимые согласные буквы Чай, чаще, 4, лед, символ октября, арбуз, РЦП, БСЗ, 957 Техника запоминания исторических дат Одна из наиболее простых в мнемотехнике Для чтения картинок из своего воображения достаточно вспоминать картинки приблизительно Если вы можете прочитать точную дату по припоминаемой ассоциации, значит вы вспоминаете образы достаточно четко Обратите внимание, что ваша память не воспроизводит написание слов или чисел, но хорошо воспроизводит образы и звучание слов и фраз Например, вы не видите написание буквами «капитолийская волчица» символ Рима Но когда вспоминаете ее зрительный образ, вы легко можете вспомнить его название без специального запоминания Таким образом, мнемоника активно использует свойства нашей памяти быстро связывать с образами слова и короткие фразы Техника запоминания исторических дат обеспечивает пожизненное запоминание Но информация каждый раз вспоминается в виде картинки Ассоциации считается из воображения точно так, как вы читаете образы Видимые на карточке на экране методы кодирования чисел в зрительные образы достаточно сложные Поэтому в современной мнемонике дается заранее составленный справочник образных кодов чисел Выполненные в виде фотографий на карточках Иллюстрированная система образных кодов, существующая в настоящее время только в русскоязычной мнемонике Является одним из основных методов запоминания, наряду с ударным методом, приемом образования искусственной ассоциации При использовании одинаковых образов для чисел, названий месяцев и других часто повторяющихся элементов информации Возможен быстрый поиск памяти информации с одинаковыми элементами, например, элемент «Лед-октябрь» Если представить образ «Лед-память» покажет все картинки, в которых есть этот образ 12 октября 1492 года Открытие Америки Колумбом 14 октября 1066 года Битва при Гастингсе 4 октября 1957 года Запуск первого ЕСЗ В мнемотехнике описываются и другие интересные эффекты памяти Например, образы можно перезаписывать в памяти, если вы запомнили дату с ошибкой Ее можно перезаписать Для этого на тот же центральный образ, на те же его части нужно запомнить другие образы Старые образы будут затерты Объем запоминания с помощью мнемоники ограничен достаточно низкой скоростью запоминания Мнемоническое запоминание похоже на образное конспектирование Запоминается самое важное в виде зрительных образов Мнемоника вполне может заменить традиционные бумажные шпаргалки Но в отличие от них, мнемонические шпаргалки невидимые и могут сохраняться в памяти пожизненно История предпосылки появления искусства запоминания была особенно важным в дописьменные периоды человеческой истории Так жрецы, шаманы, сказители должны были запоминать огромные объемы информации Даже после появления письменности искусство запоминания не утратило своей актуальности Очень малое количество книг, дороговизна материалов для письма, большая масса и объем написанной книги Все это побуждало запоминать текст Сказывалось также и длительное время нахождения в дороге во время путешествий Когда читать и писать было невозможно и приходилось пользоваться тем, что есть в памяти Первые тексты первые известные нам тексты по мнемонике создавали древние греки Искусство запоминания также развивалось средневековыми монахами Которым нужно было помнить огромное количество богослужебных текстов В эпоху Возрождения, когда знания стали считаться силой Способность держать знания в голове также ценилась очень и очень высоко Например, книги по мнемонике писал Джордана Бруно В своих показаниях Трибунала Инквизиции он сообщает, что напечатал во Франции книгу о памяти под названием «О тенях идей» Учитывая то, что Бруно приглашал к себе король Генрих III, желая выяснить откуда у него столько знаний Следует предположить, что Бруно хорошо владел искусством запоминания, речевые конструкции, методы, цифра, буквенный алфавит Суть его заключается в том, что каждой цифре ставятся в соответствие какие-то буквы Алфавитов таких известно несколько, ноль, конечно же, буквы НЕ в слове Ноль и буква Х крест Отсутствие числового значения Один Р от слова Раз и буква Которую легко дорисовать из цифры одного Два Д Два И Г Так как эта цифра больше всего напоминает данную маленькую букву Три Т Т Т И З По внешнему сходству И же как тройка и ее зеркальное отражение Четыре Ч От слова Четыре И напоминающая ее буква С П П П По схожести звучания И Б По внешнему виду 6 Ш 6 И Щ Тоже по схожести звучания 7 7 И обычно этого хватает, так как Очень распространенная буква 8 8 И иногда Сходная по звучанию Ф 9 Здесь сложнее Можно им от слова Много Так как 9 Самая большая цифра Буквенно-цифровой код Предоставленный В Козаренко В своих книгах В Козаренко Дает нам свою таблицу Б Ц К Которая по его мнению Легче запоминается 1 Г Ж 2 ДТ 3 К Х 4 Ч Ч 5 П 6 Ш 7 С З 8 В Ф 9 Р Ц 0 МН Пример использования Нужно запомнить номер комнаты В отеле Теперь каждой цифре подбираем слово так, Чтоб первый слог содержал согласную, с которой связана нужная нам цифра. Итого, одном гараж 7 собак 0 мясо 5 барабан. И создаем последовательную ассоциацию, в гараже сидит собака, которая грызет мясо, сидя на барабане, возможно и другие варианты, краянский числитель. Числа могут обозначаться гласными или согласными, или каждой буквой в соответствии с кодами русской матрицы, тыцкие и краткая. Мягкий знак, твердый знак обозначают повтор цифры. В числовом коде буквы обозначают свои числа, в единичном коде буквы обозначают единицы своих чисел. В цифровом коде буквы обозначают номера своих столбцов от 0 до 9. Эта матрица используется также для запоминания характеристик согласных. Смычка, щель, звонки, носовые. Использование зрительной памяти используется различной внешне структурирующей приемой, позволяющей активизировать зрительную память. Может использоваться для запоминания стихотворений, опорного плана, последовательности действий и т.п. Такие приемы особо эффективны для людей с доминированием зрительной памяти над другими видами памяти. Многим знакома ситуация, когда возникала проблема получить связанной с каким-нибудь зрительным образом некие недавно образованные ассоциации связи. Например, вспомнить фамилию человека. Если фамилия как-то помечалась, то достаточно взглянуть на место записи, как нужная фамилия и сразу вспоминается. Но если известно, что такого костыля для мозга под рукой может не оказаться, лучше сделать его заранее искусственно. Ушен всегда будет под рукой. Прием смысловой рисунок. Создается зрительный каркас, по которому можно прогуливаться в произвольном порядке и с произвольной точки. Примеры запоминания стихотворения. Каждая строка обозначается своим поясняющим шаблоном и иероглифом. Для кодирования процесса объекта используются стандартные либо самостоятельно придуманные ассоциативные символы. Расположение кодирующих символов обычно последовательно слева направо либо сверху вниз. При ручной прорисовке символов активизируется также и моторная память, что увеличивает запоминание. Схематические рисунки лучше помещать по хорошо известному пути, например, пути домой. После расстановки всех таких иероглифов достаточно мысленно идти по этой дороге и считывать расставленные рисунки знаки. Закодированная в них ситуация должна ассоциативно всплывать в памяти запоминания ответов сервера. Для запоминания частей первой строки ответа сервера с 400 по 417 использование вспомогательных предметов. Использование некоторых подсобных приспособлений позволяет облегчить запоминание некоторой важной информации. Например, для запоминания того, растущей ли является фаза Луны, можно использовать палец, приставленный к полумесяцу на небе, если получается буква R. Растущая иначе стареющая аналогичное правило есть и во французском языке. П. Премьер А. Д. Дерниер В других вариантах. Десендант Либо Д. Кройсант Использование звуковой памяти. Используются различные внешне структурирующие приемы, позволяющие активизировать звуковую память. Напев использование аудиопамяти. Кодирование абстрактной информации звуком. Примеры для запоминания морзянки. Рифма. Примеры. Сто фамилий. Рифмованный список китайских фамилий. Последовательность фамилий не отражает их реальную распространенность, а подобрана в соответствии с рифмой легкостью произношения в составе списка. Наряду с тысячесловием и троисловием составляет тройку самых популярных мнемонических текстов для обучения грамоте и запоминания иероглифов, сокращенно именуемых три, сто, тысяча. Запоминание числового выражения величины числа «пи» происходит легче, если использовать его стихотворные формы, в которых, например, число букв в каждом слове соответствует очередной цифре числа. Также можно использовать диалог «что я знаю о кругах, предложенный я», «экперельманам» или «когда рифмуются сами цифры». Другой вариант разбиения. Греческий алфавит. Объекты запоминания. Цифры. Некоторым людям сложно запоминать цифры. Если вместо цифр использовать связанные с ними образы, то процесс запоминания существенно упрощается. Одна цифра. Единица кол. Деревяшка в ошметках коры. Шершавая на ощупь. Двойка. Лебедь. Белоснежные и толстые и так далее. Для всех цифр. Две и более. После создания образного ряда запоминаний цифр превращается в игру, похожую на рисование мультфильма. Например, для запоминания числа 21 можно представить себе лебедя, на которого упал кол. Ушиб его и лебедь злобно шипит и щиплет кол. Таким образом, вместо абстрактных цифр в памяти появляются движущиеся картинки, которые легко и прочно в ней удерживаются. Для закрепления в памяти буквенных обозначений римских цифр в порядке убывания можно использовать, например, такую фразу. Мы дарим сочные лимоны, хватит висимых, соответственно, М, Д, Ц, Л, Икс, В, И. Также цифры, идущие после Икс, можно запомнить фразой LCD-монитор. Предметы длинный список мысленно размещается на хорошо знакомой дороге, скажем, из дома на работу или в школу. Для запоминания иностранных слов создаются их яркие образы, например, для запоминания слова «скерт-англ», «юбка». Можно представить себе скирду сена в юбке и удивленного крестьянина рядом. Можно использовать и принцип сюжета «сочинить рассказ», в котором задействованы запоминаемые слова. Например, чтобы запомнить последовательность слов «слон», «домик», «телевизор» придумываем «слон шел к себе в домик смотреть телевизор». Соревнования по запоминанию С 1991 года проводятся чемпионаты мира по запоминанию. На первом, прошедшем в Лондоне, победил британец Доминико Брайон. В настоящее время соревнования проводятся в 30 странах мира по следующим дисциплинам. Абстрактное изображение, слава, имена и лица, карты на скорость, последовательность карт за час, цифры на скорость, числа за час, двоичные числа на скорость, исторические даты, числа на слух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова